Москва, 17 мая, РИА Новости Американский журналист Том Роган заявил, что не сожалеет о своей статье, в которой призвал взорвать Крымский мост. За исключением того факта, что я мог выразиться более ясно, показав, что этот удар мог и, конечно, должен был быть нанесенным так, чтобы избежать жертв, написал журналист в новом материале. Еженедельник Вашингтон Эксаминер во вторник опубликовал колонку, в которой Том Роган призвал Украину взорвать элементы Крымского моста. По мнению автора статьи, Киев располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы, по крайней мере, временно вывести его из строя. В Кремле колонку журналиста назвали безумием. Это просто такое уродливое проявление некачественной журналистики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. Трия новости. Виталий Подвицкий, скрипя зубами прыжок в пустой бассейн, статью американского журналиста также прокомментировали в обеих палатах парламента. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сравнил предложение взорвать Крымский мост с прыжком в пустой бассейн. После него следует некролог. По словам парламентария, на глазах происходит попытка объединения дремучего невежества из США и Украины. Американский автор видел море с берега, а корабль на картинке, добавил депутат, член Совета Федерации Игорь Морозов. В свою очередь, назвал подобное заявление террористическим и призвал правоохранительные органы отреагировать. Следственный комитет завел на журналисту уголовное дело. Мост в Крыме с Краснодарского края самый протяженный в России, 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершились опережением. Поток автотранспорта запущен 16 мая. Подробнее о новостях Крыма. На череме.реа.ру Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту РИА Новости Григорий ССФ Перейти в Фотобанк Автомобильная часть Крымского моста оборудована 60 дорожными знаками. Разрешенная скорость движения здесь 90 километров в Айчас РИА Новости Григорий ССФ Перейти в Фотобанк Первыми по мосту 16 мая проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керчжи. Крымского пролива По две полосы в каждую сторону. Скачать видео Скопировать ссылку Получить код РИА Новости Григорий ССФ Перейти в Фотобанк Первыми по мосту 16 мая проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керчжи. РИА Новости Григорий ССФ Перейти в Фотобанк Во вторник состоялось открытие автомобильного движения по мосту, соединяющему Крым и Краснодарский край. Это самый протяженный мост в России. Его длина составляет 19 км. Скачать видео Скопировать ссылку Получить код РИА Новости Григорий ССФ Перейти в Фотобанк Во вторник состоялось открытие автомобильного движения по мосту, соединяющему Крым и Краснодарский край. Это самый протяженный мост в России. Его длина составляет 19 км. РИА Новости Григорий ССФ Перейти в Фотобанк Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители завершили работу раньше. Поэтому автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая. Скачать видео Скопировать ссылку Получить код РИА Новости Григорий ССФ Перейти в Фотобанк Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители завершили работу раньше. Поэтому автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая. РИА Новости Григорий ССФ Перейти в Фотобанк В Керчи 13 мая Было запущено движение на новом путепроводе, который связал микрорайон Оршинцево и центр города без пересечения автоподхода к мосту. Скачать видео Скопировать ссылку Получить код РИА Новости Григорий ССФ Перейти в Фотобанк В Керчи 13 мая Было запущено движение на новом путепроводе, который связал микрорайон Оршинцево и центр города без пересечения автоподхода к мосту. РИА Новости. Григорий Сосаев перейти в фотобанк. Президент за рулем КАМАЗ возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность. Путь колонны от Краснодарского края до Керчи занял 16 минут. РИА Новости. Григорий Сосаев перейти в фотобанк. Глава государства высоко оценил работу, проведенную строителями и инженерами, и похвалил качество дорожного покрытия моста. Президент отметил, что не сомневается в том, что удастся своевременно запустить также грузовую часть и завершить строительство железнодорожной части моста. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости. Григорий Сосаев перейти в фотобанк. Глава государства высоко оценил работу, проведенную строителями и инженерами, и похвалил качество дорожного покрытия моста. Президент отметил, что не сомневается в том, что удастся своевременно запустить также грузовую часть и завершить строительство железнодорожной части моста. РИА Новости. Григорий Сосаев перейти в фотобанк в год по мосту смогут проехать 14 миллионов человек и может быть перевезено более 13 миллионов тонн грузов. Это огромная инфраструктурная стройка, имеющая большое значение для развития не только Крыма и Севастополя, но и всего юга России, отметил президент. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости. Григорий Сосаев перейти в фотобанк в год по мосту смогут проехать 14 миллионов человек и может быть перевезено более 13 миллионов тонн грузов. Это огромная инфраструктурная стройка, имеющая большое значение для развития не только Крыма и Севастополя, но и всего юга России, отметил президент. РИА Новости. Григорий Сосаев перейти в фотобанк. Автомобильная часть крымского моста оборудована 60 дорожными знаками. Разрешенная скорость движения здесь. 90 километров в час. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости. Григорий Сосаев перейти в фотобанк. Автомобильная часть крымского моста оборудована 60 дорожными знаками. Разрешенная скорость движения здесь. 90 километров в час. РИА Новости. Григорий Сосаев перейти в фотобанк. Первыми по мосту 16 мая проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива. По две полосы в каждую сторону точка-точка-точка-точка скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости. Григорий Сосаев перейти в фотобанк. Первыми по мосту 16 мая проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива. По две полосы в каждую сторону. РИА Новости. Григорий Сосаев перейти в фотобанк. Во вторник состоялось открытие автомобильного движения по мосту, соединяющему Крым и Краснодарский край. Это самый протяженный мост в России. Его длина составляет 19 км. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости. Григорий ССФ перейти в фотобанк во вторник состоялось открытие автомобильного движения по мосту, соединяющему Крым и Краснодарский край. Это самый протяженный мост в России, его длина составляет 19 километров. РИА Новости. Григорий ССФ перейти в фотобанк. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работу раньше, поэтому автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено. 16 мая. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости. Григорий ССФ перейти в фотобанк. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работу раньше, поэтому автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая. Привнекст 1.8. Продолжение следует...